Добрый день, дорогие друзья! 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 школ самыми известными, ну, условно известными, пока они еще не могут сравниться в известности с японскими школами, являются школа, которую представляю я, это Годзюрю, такая школа, как Сёринрю, это самая старая школа окиновского карате, и школа Уэчирю. Они все сейчас более-менее в нашей стране представлены, но я с гордостью могу сказать, что Годзюрю, наверное, представлена наиболее. Я являюсь учеником Морио Хигаона, Сэнсэя, который на сегодняшний день является патриархом школы Годзюрю, то есть он наследник школы в третьем поколении. Соответственно, он живет на Окинаве, я достаточно часто езжу в Японию, вот в прошлом году я пять раз был на Окинаве, для того, чтобы учиться у него, он уже немолодой человек, ему 76 лет в этом году исполнилось, но он еще очень бодр, силен, и у него есть чему поучиться. Слушайте, ну это очень интересно, на самом деле, учиться именно от того человека, собственно говоря, кто несет вообще всю ценность, все истоки этого направления. Да, это очень здорово, я считаю, что мне очень повезло, мне вообще повезло, что я его в свое время встретил, мне повезло, что у меня появилась такая возможность, повезло, что у меня, извините за такую подробность, хорошая жена, которая мирится с моими частыми отлучками, вообще мирится с тем, что я сделал в своей фактической профессии. И если говорить, опять же, об особенностях, я сейчас немножко еще вернусь, школа Гудзюрю, то есть, что она себе представляет, это, ну как бы, школа делает, в первую очередь, на мой взгляд, стратегия, и то, как она, она, школа предлагает использовать тело. Гудзюрю, это школа ближнего боя, что, собственно, полностью совпадает вот с тем, что я сказал, что эта школа ориентированная на самооборону, то есть, на очень плотное, близкое столкновение. В связи с этим, ее технический арсенал очень богатый, в ней очень много бросков, болевых воздействий на суставы, болевых воздействий на болевые центры, ударов, выведения из равновесия, то есть, техника очень и очень богатая. В основе подготовки лежат катоформальные комплексы, ну вот, к сожалению, мы сейчас их показать не сможем, это было бы, наверное, через чур, вот, но я надеюсь, что те, кто придут на семинар, которые вот... Они смогут оценить, и воучиваю все это. Они точно смогут оценить, и смогут, главное, вот это почувствовать и пощупать. Ну вот, если коротко, Гудзюр, то вот примерно так. Хорошо, давайте немножечко о семинаре, я так понимаю, то, что спасибо, во-первых, школе Саттере, что этот семинар состоялся, правильно? Да, без сомнения. Вот расскажите, пожалуйста, как же, собственно говоря, появилась идея организовать семинар в Самаре, насколько дружны связи ваши в спортивном мире? Наверное, к Павлу, наверное, вопрос. Как идея появилась? Как идея появилась? Мы начали развивать Гудзюрю у нас в городе, точнее сказать, я познакомился с Богданом Алексеевичем полтора года назад примерно, может, там чуть больше, собственно, начал заниматься, чему несказанно рад. Полюбил этот стиль. Я сам просто кёкушином занимался, ну, это второе направление, как раз о чем мы сегодня говорили, довольно массовое японское карате. Занимался больше 20 лет. И, собственно, был в каких-то поисках. И вот, когда нашел уже эту школу, понял, что вот поиски-то были как раз именно вот этого. Вот, потихонечку занимался, занимался. То есть сейчас вот посчастливилось сдать на коричневый пояс в этой школе. И, соответственно, решил ее уже нести в массы. Так как здесь, она неизвестна, у нас есть много федераций разных, разного карате. Но, как правильно было отмечено, именно японского. То есть окинавского вот этого с истоками, с традицией у нас здесь нет. То есть не только в городе, в области нету. И поблизости-то у нас там, по Волжью так точечно это все. Ну и чтобы людям как-то это показать, то есть сидя в зале и просто тренируя, это достаточно сложно сделать, да, там, к городу с населением миллион триста донести, что есть такая школа с традициями и прочее, и прочее. Понятно, что сейчас есть интернет, но не настолько. Вот и пришла идея провести такой семинар, чтобы люди пришли, сами увидели. И увидели это не от меня, а увидели именно от моего учителя, то есть который обладает и знаниями, и умениями, и вот какой-то определенной харизмой, то есть чтобы людей зажечь на это. А дальше уже я это подберу и буду им нести это в массы. Хорошо, замечательно. Немножечко о школе, я предлагаю поговорить о вашей именно, как о клубе боевых искусств именно. У нас есть несколько фотографий, я предлагаю, чтобы наши телезрители посмотрели их, а вы пока нам рассказываете, чем занимаетесь, как много спортсменов, вообще спортсмены ли, или все-таки это боевое искусство, это больше, как вы называете сами? Я сейчас тогда потихонечку буду объяснять. То есть сам клуб Сатори был создан еще на базе Самарской Федерации как раз Киокушинка карате. Туда входила, ну то есть как бы не вся федерация, да, какая-то там ее часть. То есть там шесть инструкторов из нее, это все мои ближайшие коллеги. Мы по городу разные группы начали вести, то есть в том числе две бесплатные группы мы ведем для шестого интерната, в шестьдесят шестой школе, то есть там абсолютно бесплатно дети приходят, причем не только учащиеся, или там воспитанники этих мест, а любые, кто рядом живут, могут прийти, и для них тоже условия совершенно бесплатные. То есть это все, что касалось Киокушина. То есть здесь это можно сказать, что это все-таки больше спорт, нежели... Кикушин. Да, я про Кикушин сейчас именно так говорю. То есть это очень массовый спорт, там порядка 10-12 миллионов по всему миру занимается, и как бы, ну вот, массовее только Ушу, да и то из-за того, что только население, просто в Китае больше. Если бы население в Китае было бы меньше, то Ушу было бы явно не массовее. Ну, то есть как бы вот из-за этого. И так как я начал, да, какое-то время назад заниматься именно Годзирю, то есть, соответственно, появилось у нас еще одно направление, и меня некоторые из инструкторов в этом поддержали, тоже стали этим заниматься, тоже стали аттестовываться на ПСА, и вот, собственно говоря, сейчас идея у нас клуба стала не только Кикушин развивать, а развивать два направления. Карате традиционное, окинавское, это Годзирю, и японское, Кикушин, которое, как бы, всем известно, там очень большой раздел именно спортивный, это очень много соревнований проводится и прочего, и прочего. Но это если вкратце. Все-таки сейчас карате, у карате мужское лицо в большей степени? Вот в последнее время как раз наоборот. Наоборот, да. Я прям поддерживаю, потому что, и причем для меня это загадка, потому что я просто вот наблюдаю, что у карате меняется лицо, причем не только у карате спортивного, где еще можно понять, что девушки как бы нормально себя чувствуют, потому что там нет такого плотного контакта, там большие скорости, там соревнования по ката, но в том числе вот таких жестких стилей, как Кикушинка и как мой стиль, потому что, ну вот, есть достаточно известный, например, мастер карате Кикушинка, именно Максим Дедик, он просто в последнее время делает ставку там на свою ученицу. Только на девушку. У него прям конкретно есть ученица, девушка, она замечательно выступает, она очень сильная. У моего друга из Подмосковья, инструктора Павла Клопова, сидит вот его ученица Диля, она, пожалуй, тоже его опора и надежда. У меня в клубе занимается порядка на сегодняшний день 80 взрослых мужчин, но при этом человек, который является, скажем так, моей правой рукой, человек, который тренируется каждый день, два раза в день, очень быстро прогрессирует, является примером для всех остальных, это девушка. Поэтому, ну, это вот непонятный для меня процесс. А вот давайте спросим как раз у Диля сейчас, почему вообще, когда пришла идея именно пойти в карате, как ты дошла до такой жизни, Диля? Давай признавайся. Ну, изначально с детства я много чем пробовала заниматься. Это были и танцы, и настольный теннис, и бассейн, и различные секции. Но в определенный момент, тогда я уже была немножко постарше, лет в 14, я поняла, что хочу заниматься именно единоборствами. И дальше уже начала направленно искать секцию именно единоборств. То, что это было именно гудзюрю карате, это получилось абсолютно случайно. Но я нисколько об этом не жалею. Так вот судьба, то есть, сила, наверное, я имею в виду. Возможно. С таким видом. Немножечко о себе. Расскажи, пожалуйста, самые знаковые победы для тебя, самые ценные, чем гордишься? Что висит на стене? На стене висит мой диплом на третий данный. Это черный пояс, уже получается третьей степени. Он единственное висит, все остальное лежит в папочке. Аккуратно на полочке. Самое знаковое, что-то, наверное, сложно выделить. Все было интересно, все в определенной степени имеет свою значимость для меня. Самое интересное, наверное, это поездки на Окинаву, в Додзю-сенсей Аморио Хигаон, на тренировки. И, наверное, поездка на турнир в Китай. Да, это было действительно интересно. В Китае было очень интересное событие. Там собрались различные представители окинавских школ карате, плюс различные представители школ УШУ. Это был большой международный семинар, и в конце были тоже соревнования, в которых наш клуб принимал участие. Результат? Второе место – серебряная медаль. Замечательно. Поздравляю тебя с этим. Спасибо. Сколько лет уже в общей практике? Чуть больше десяти. Чуть больше десяти. Ну, не собираешься еще пока как-то забрасывать? Ну, так получилось, что я, наверное, выбрала этот жизненный путь до самого конца. То есть я связала с этим свою профессию, я работаю в клубе диноборства, я преподаю карате детишкам, я закончила физкультурную академию, и вот я в дальнейшем собираюсь заниматься этим. А какой возраст, ну, не знаю, хотя, наверное, глупый вопрос, когда вы сказали о своем мастере, да, то, что 74 года, а он до сих пор еще может что-то преподавать. Это, кстати, одна из причин, почему сейчас, на мой взгляд, традиционное карате становится все более популярным. Я имею в виду традиционное, оно все как бы традиционное, но я сейчас говорю именно о бакинавских школах. Помните, я сказал, что изначально в них не была заложена цель победы на соревнованиях? То есть это была такая история на всю жизнь. То есть прям вот занятие длиною в жизнь. И оно таким же точно сейчас осталось для окинавских мастеров. То есть они, как вот говорит мой учитель, он говорит, я буду заниматься до самой смерти, когда я умру, мой призрак вернется в додзи и продолжит заниматься. Но это, конечно, шутка, но в этой шутке есть своя доля правды. Почему в последнее время, например, Паша не единственный, кто пришел ко мне из Кюкшина. Кюкшинка – это очень мощная школа. Я с искренним уважением к ней отношусь. И я считаю, что у них есть много чем учиться. И в первую очередь, боевому духу. То есть она воспитывает великолепных бойцов, очень мощных, очень правильных. Но, как всякая школа ориентированная, а на сегодняшний день это так, на победы в спортивных соревнованиях, то есть это школа спортивная. То есть апофеозом достижения являются победы в спорте. И, как всякий спорт, она конечна во времени. Потому что, ну, как бы, жизнь спортсмена... Когда добился уже определенной цели. Дело даже не в этом. Просто жизнь спортсмена, она как бы не бесконечна. Наступает возраст, когда ты просто не можешь соревноваться на равных с молодыми. И перед очень многими знаковыми, достигшими многого мастерами в Кио-Кшинкай, или просто спортсменами, встает вопрос, а что дальше? И они начинают, на мой взгляд, некоторые делают совершенно правильную вещь, и они начинают искать корни. А дело в том, что Кио-Кшинкай – это школа, которая возникла на базе двух школ. Японской школы Шатакан и Окинавской школы Годзюрю. Ее японской ветви, которая называлась Годзюкай. И, естественно, ну, скажем так, причем эта японская ветвь, она была достаточно, как бы помягче сказать, изменена. Поэтому многие начинают искать корни. И в этих поисках корней они приходят к Годзюрю как к одной из основ. Причем в Годзюрю, в Кио-Кшинкай, на мой взгляд, больше. Потому что, опять же, та же нацеленность на ближний бой, на очень плотный контакт. И поэтому те, кто зачастую закончил выступать, они приходят в Годзюрю, потому что им не хочется расставаться с боевым искусством. А как бы необходимо найти то, где они могут себя продолжать. Годзюрю позволяет продолжать занятия боевым искусством, ну, действительно, до конца своей жизни. Соответственно, за ним... Возраста, так как такового, нет. Абсолютно. У меня, извините, у меня ученик, самый старший, который у меня сейчас занимается, ему 57, по-моему, лет. Занимается он у меня 4 года. Ну, несложно посчитать, во сколько он пришел. Прекрасные результаты, упорно занимается, не пропускает. Ну, это вот как раз к примеру для наших зрителей. Так что, если вдруг что, не важен ваш возраст, я так понимаю, возможно прийти. О семинаре я предлагаю поговорить, я так думаю, то, что нам расскажет об этом Максим, как организатор, один из организаторов семинара. Когда состоится, где, во сколько, но прежде, пока вы сейчас обдумываете, вспоминаете, я задам вопрос нашим телезрителям. У нас фото-вопрос в эфире. Сейчас вы увидите фотографию на своем экране, собственно говоря, ну, вот видите фотографию. Очень элементарный, простой. Разыграем билеты в кино. Из какого кадра, из какого фильма этот кадр, название, ну, все уже наши гости тянут руку, я так понимаю, то, что фильм просмотрен не раз, наверное, ими. 202-11-22, звоните, отвечайте, из какого фильма был этот кадр. А пока Максим нам расскажет подробнее о семинаре. Когда, где состоится? Семинар трехдневный. Стартует он сегодня. В 5 вечера начнется первая вводная тренировка, продлится 2 часа. Основной массив информации и то, с чем сюда приехал Богдан Алексеевич, будет даваться в виде материала, тактического, методического, завтра в 2 сессии. Первая тренировка с 10 до 12, потом часовой перерыв и с часу до 3 вторая тренировка. Также в воскресенье две тренировки с 10 до 12 и с часу до 3. Так мы выстроили работу, обсудили формат и форму изложения и предложения того, то есть сокровищницы, которую привез с собой Богдан Алексеевич. Сколько примерно уже человек ожидается на семинаре? Есть уже? Мы предполагаем, что это будет несколько десятков по тому количеству звонков, которые поступают на справочный номер, по тому количеству откликов, которые мы получаем в социальных сетях от близких, соратников и друзей. Мы предполагаем, что около 100, может быть, и более. Надо отметить, что среди участников будут и дети специализированных учреждений. Наш партнер, кто нам оказал поддержку и протекцию в этом мероприятии, это Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Эти люди предложили нам для своих подопечных предоставить возможность прикоснуться к этому искусству и взять какие-то ценные моменты и экстракты, позволите так называть, что позволило бы им по-другому посмотреть на свое место здесь в обществе и в нашей стране. Также будут представители детского приюта, и мы обратились в департамент социальный, департамент семьи, опеки и попечительства, и они тоже несколько своих делегатов к нам с удовольствием отправят. Счастливы будем всех встретить. Надо отметить, что будут гости из других регионов, из Ульяновской, Оренбургской, области республики Татарстан, и все уже подтвердили свое участие, сегодня все съезжаются, и уже через несколько часов мы их всех обнимем. Родовляю. Слушайте, ну это действительно такое очень массовое мероприятие, у нас есть звонок от нашего телезрителя, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Игорь. Игорь, очень приятно. Увлекаетесь ли, ну не могу не спросить, Коля уж молодой человек нам позвонил в эфир, увлекаетесь ли вы видом какого-нибудь боевого искусства? Нет, абсолютно никакого. Не увлекаетесь. Ну а самооборонный владеете хоть какой-то? Нет, когда-то не вас действует, потому что сейчас трудом не занимаетесь. Хорошо, девушку защитить сможете? Обязательно. Обязательно, но это самое главное. Игорь, давайте ваш вариант ответа, собственно говоря, из какого фильма этот кадр? Посланка ротая. Слушайте, ну действительно, не затруднил, думаю, мой вопрос. Вас, я вас поздравляю, два билета в кино, киновертикаль, ожидают вас, любой сеанс, выбирайте, интересный фильм, который хотели, может быть, уже давно отправиться. и, собственно говоря, милости просим. Ну и, быть может, кто знает, займетесь когда-нибудь каратэ, каким-нибудь видом, потому что сегодня нам описали не один из видов, поэтому что-нибудь для себя выберите. Как мы уже сегодня изучили, возраст здесь, собственно говоря, значения не имеет. Я предлагаю нам небольшую паузу сделать, смотрим мы анонсы ближайших мероприятий, ближайших передач на телеканале Самара ГИС и возвращаемся в студию. Спасите наши души, мы предим от удушья, спасите наши души, спешите к нам. 25 января исполняется 77 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, поэта, актера и гражданина. Он прожил всего 42 года, но при этом успел внести неоценимый вклад в отечественную культуру и искусство. Наш город сыграл совершенно особенную роль в судьбе Высоцкого. Именно здесь он впервые выступил в качестве автора-исполнителя собственных песен перед массовой аудиторией. О некоторых подробностях тех исторических концертов, о вышедшей совсем недавно книге популярной артисты Стаганки и о сохранении памяти о нашем великом соотечественнике в эксклюзивной беседе расскажет президент регионального общественного фонда Центра Высоцкого в Самаре Михаил Трифонов. Смотрите программу «Город С» в пятницу 23 января в 19.30. Привет! Смотрите в понедельник в моем репосте «Новый вид транспорта для сотрудников ГИБДД». Почему собаки начали есть капусту? Как довести друга до инфаркта? И как девушки смотрят телевизор? Упс! Тебе надо остановить, судить меня, понятно? Включайте телевизор в понедельник в 20.30. Не пропустите мой репост. До встречи! Ну что ж, не на все вопросы еще ответили наши гости. Собственно говоря, давайте немножечко подробнее о семинаре, о программе узнали, да, то, что действительно это трехдневный семинар, насыщенная программа. Но я думаю, Богдан, как мастер, сам и расскажет. Да, у меня есть несколько уточнений. Ну, во-первых, ребята со свойственной скромностью упустили достаточно один важный момент, который, например, для меня стал сюрпризом, очень приятным, и который, я надеюсь, станет сюрпризом для всех, кто захочет прийти на семинар. Дело в том, что семинар бесплатный. Причем, как бы, все, кто придут на семинар, все, кто будут в нем участвовать, должны понимать, что он бесплатный для них, но не для организаторов. То есть, они нашли возможность сделать его бесплатным. И, на мой взгляд, это очень... Кратэ в массы, скажем так. Это очень большое достижение, потому что я впервые буду проводить семинары, за которые не берется никакой платы, ну, вот, под моим участием, либо даже под руководством каких-то других инструкторов. Поэтому честь и маховала за это. Насчет программы. Прозвучало, что первый день вводная тренировка, и как бы основной массив знаний будет на второй день. Сокровищница. Сокровищница, да. Эликсир, как сказал красиво Максим. Вот. Дело в том, что необходимо четко понимать, там нет проходных дней. То есть, все дни очень важные. Просто программа строится примерно так. Первый день это базовая техника. Без нее невозможно будет понять, что будет проходить во второй и в третий день. Эти тренировки тяжелые, эти тренировки очень плотные, и эти тренировки очень важные. Второй день будет посвящен очень важному аспекту Гудзюрю. Это краеугольный камень школы, это ката Санчин. Ката это формальный комплекс, Санчин приводится как три битвы. Это ката, которая является, скажем так, больше направлена на внутреннюю работу, на выстраивание внутренней структуры тела, и как бы от нее уже отталкивается все остальное. Проще говоря, невозможно понять технику Гудзюрю, не понимая, что такое ката Санчин. И третий день будет посвящен непосредственно бою, самообороне. То есть, как Гудзюрю предполагает решать проблемы столкновения с другим человеком, и как в Гудзюрю предлагают готовить к этому. Собственно, вот такая программа. Хорошо. Ну, я так понимаю, то, что на семинаре ждете подготовленных уже людей? Нет. Не обязательно. Вот давайте этот момент я специально. Мы вот с Пашей, когда планировали семинар, мы, я очень четко с ним обговаривал момент, кто придет на семинар. И когда я понял, что на семинар придут люди, во-первых, совершенно не обязательно занимающиеся Гудзюрю, учитывая, что стиль для города новый, даже скорее всего, не занимающийся, я понял, что в основном посетителями семинара будут либо те, кто занимаются другими стилями боевых искусств, либо те, кто вообще не занимается и хотят приобщиться. Поэтому программа выстроена таким образом, чтобы даже тот, кто никогда не занимался, смог бы что-то из этого семинара вынести. Конечно, может быть, не все, и не все он сможет понять. Но, по крайней мере, те, кто придут на семинар без опыта, они смогут понять для себя самое главное, они смогут понять, что такое школа Гудзюрю и хотят ли они ей заниматься. Те, кто имеют опыт занятий другими боевыми стилями, им будет полегче, и я думаю, что они смогут понять все, что я буду давать. Хорошо. Ну, по поводу семинара более-менее понятно, действительно, интересная программа. Хочется обратиться к Павлу именно с вопросом, собственно говоря, кого ждете в своем клубе? Закрытый ли клуб у вас или наоборот постоянный набор? Бойцовский клуб. Бойцовский клуб. Рассказывайте, Павел. Не говорите. Нет, наоборот, клуб открытый абсолютно, то есть, как я уже ранее говорил, есть две бесплатные секции, то есть, это они ориентированы, ну, бесплатно это не значит, что там как-то хуже преподают или отношения, да, какое-то, просто это для тех социальных слоев, кто не может себе позволить занятия. то есть, соответственно, ну, мы предположили, что есть где-то там в самарских, в самарских, да, домах, дворах люди, которые просто хотят заниматься, но просто не могут себе это позволить. Соответственно, для воспитанников, например, шестого интерната были даже случаи, когда им покупали кимоно и прочее, то есть мы за, ну, за какие-то там собственные средства их экипировали. Ну, видите, в любом случае. В любом случае нет, лишь бы человек приходил заниматься. Понятно, что есть человек с порога зашедший, да, и он там не будет сразу экипирован от и до, да, и не уйдет с этой, с этими вещами домой, да, в подарок, потому что нужно сначала как бы понять, что серьезное у него настроили, несерьезное, но отношение к нему и внимание будет, естественно, как ко всем остальным. И неважно, это бесплатная, это там платная секция. Возрастных ограничений у нас нету, это я как бы сразу на следующий вопрос, да, отвечаю. Возрастных ограничений нету, единственное, что просто по начальному возрасту детей здесь такой момент, что все дети разные и сказать, что, например, заниматься там с пяти или шести лет, это, ну, наверное, неправильно, потому что вот там и у Диля, да, дети занимаются четыре с половиной, четыре с половиной, которые начинают уже что-то соображать, а бывают дети в восемь лет такие, что как будто им четыре с половиной. Вот, поэтому все дети индивидуально, а верхнего предела не существует, потому что сейчас, когда мы начали два направления, мы начали уже четко понимать, что человек, который пришел уже в том возрасте вне соревновательном, так скажем, да, вне спортивном, он может заниматься прикладным карате либо традиционным этой школой Годзюрю, да, либо может заниматься, если он там молот и горяч, да, там, кикушином, а может заниматься и тем и тем, и у нас даже, как бы, ну, разработали там по поводу оплаты и по поводу прочих это в платных группах, да, что там мы делим, половинем, это чтобы, ну, чтобы человеку эта финансовая нагрузка не была такой сильной, вот, поэтому ждем всех, всех желающих, потому что, ну, как бы рада всем, и всем возрастам, и любому полу. И любому полу. Дили, ну, действительно, как девушка, расскажите нам, пожалуйста, что же, насколько полезно карате, не знаю, для фигуры, осанки и так далее, есть ли вот такое, потому что девушки, мне кажется, все в первую очередь, а похудею ли я на занятиях, вот ради этого стоит идти на карате, либо все-таки надо откинуть, если такое, или такая цель именно. Не, ну, конечно же, если только ради этого, то можно выбрать фитнес, но так или иначе, что девушка, которая серьезно начнет этим заниматься, будут плюсы. Она изменится. Да, и для фигуры, и для общего состояния, по-любому, так или иначе, что-то положительное будет. Мне кажется, и внутренний стержень, потому что, наверное, боевые искусства, они такую силу воли воспитывают, такой внутренний. Так это первое предназначение, как раз именно боевых искусств, чтобы именно и воспитать в себе характер, то есть дух. Я как раз вот когда услышал, что Паша занимается с ребятами как бы из интернатов и с теми, кто не может себе позволить оплатить, а как правило, это ребят не очень благополучной среды, я очень этому рад, потому что, на мой взгляд, одна из самых больших ценностей, которые несут традиционные боевые искусства, вот именно традиционные, это дисциплина, которая вот в нашем современном обществе, нашим современным детям, я сам отец, очень часто не хватает. То есть очень часто не хватает, чтобы мы объяснили элементарные вещи из серии, что надо уважать старших, что надо как бы нормально себя вести. А в додзю карате, вот в месте, где занимаются боевым искусством, эти вещи объясняются достаточно естественно, и человек к ним настолько привыкает, что он неминуемо переносит их во внешний мир. В нашей школе есть такое понятие, называется додзюкун. Додзюкун – это правило додзю. Их всего пять. Ну, как говорит учитель Хигаона-сенсей, самые важные – первые и последние. И вот если эти первые и последние человек в себя примет и будет жить соответствую им, на мой взгляд, он будет уже очень правильным человеком, потому что первое звучит, как «Рэйгио монзору куто, уважай других всего лишь». И последнее «Футоу фукуцуно, сейшин о, ешинау куто». Никогда и ни при каких обстоятельствах не сдавайся. То есть вот эти две очень ценные вещи, два очень ценных урока, которые, мне кажется, если человек усвоит, он уже очень много сделает для своей жизни. Слушайте, ну на такой замечательной ноте я предлагаю подводить итоги нашего сегодняшнего эфира. Собственно говоря, итог какой? Занимайтесь спортом в любом его проявлении, я думаю, начнем с этого. Если заинтересовало какое-либо из видов каратэ, приходите в школу, научат, подскажут, что будет интересно. Ну и, Максим, сегодня, давайте еще раз повторим, семинары. Сегодня семинар в 5 часов вечера в Манеже Аэрокосмического университета. Это совершенно новое спортивное сооружение. Нас любезно туда пригласили. Пригласили, да, и спасибо ректорату Аэрокосмического университета за безусловную поддержку. Я думаю, можно прям в камеру передавать им спасибо, благодарности. И им, и правительству Самарской области, и Министерству спорта за то, что безусловно с нами и сердцем, и всеми своими ресурсами, и всему нашему обществу, которые не оказываются в стороне, и оказываются рука в руке, и мы это чувствуем. И нам приятно, что мы все сильны в тех целях и задачах, которые для нас важны. Спасибо. И спасибо вашему каналу за слово. Спасибо вам, что рассказали о таком интересном боевом искусстве. Лично мне, человеку, как я уже в начале эфира сказала, далекому от боевых искусств. Уже нет. Да, уже нет, уже недалекий. Было интересно, действительно интересно послушать, потому что, мне кажется, карате — это не только вот действительно какой-то бой, это еще глубокая, интересная история, которую необходимо изучать. Это еще и философия, как нам доказал сегодня Богдан. Спасибо, что были у нас в эфире. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. Что ж, и вам, дорогие друзья, спасибо, что смотрели программу «Универсальный формат» каждый будний день в 13.05. До свидания. «Универсальный формат» Субтитры подогнал «Симон»